День Победы Хасанский район. Раннее утро. Со всех уголков Приморья съезжаются участники автопробега. Сбор у мемориального комплекса героям хасанских событий и памятника пограничника. Место выбрано не случайно. Автопробег посвящен Дню Победы. 2 сентября 1945 года состоялось окончательное завершение Второй мировой войны на Тихом океане. Самый кровопролитный из войн в истории человечества. 1945 год вошел в историю как время полного разгрома нацистской Германии и краха милитаристской Японии. Вот этот пробег мы организовали для того, чтобы мы могли посмотреть, что происходит в Китае, в той стране, в которой Россия, Советский Союз помогал освободиться от японских милитаристов. Именно здесь, в поселке Краскино и Дан, торжественный старт автопробегу Победа. Уже сформировалась колонна из шести машин. И в первый памятный пробег при море Дзелин отправляются главы муниципальных районов Приморского края, а также представители турбизнеса. 20 участников отправляются в провинцию Дзелин. Именно там, в 1938-1945 годах, в кровопролитных боях с японцами, участвовали советские солдаты. Места боевой славы и захоронения солдат – главные места посещения. Первый город, который встречает патриотическую автоколонну из России – Хунчунь. Такого теплого приема не ожидал никто. На встрече сам вице-мэр Хунчуня. Проект считает уникальным. Мести почти память тех, кто отдал свою жизнь за мир в России и Китае. И отстоял рубежи в войне с японскими захватчиками. Мы считаем, что это символ нашей дружбы. Все узнают об этом автопробеге. И дружба наша будет еще крепче. Китай и Россия едины. Вообще, местные жители провинции Дзелинь славятся своим радушем. Может, потому что здесь живут еще корейцы, манжуры и русские. Есть даже уникальное место, где сходятся сразу три границы. Увидеть их можно, поднявшись на обзорную башню «Дракон». Сейчас мы находимся на китайской территории, а вот где это озеро – это уже Россия. А сразу за рекой Туманган, смотрите, Северная Корея. В Хунчуне про это место так и говорят. Крик петуха слышно на три страны. С Китаем у нас пограничный переход. А вот с Северной Кореей связывает только железная дорога, которая проходит по мосту Дружбы. А еще здесь строили когда-то торговый путь к берегам Японии, который называли «Морским шелковым путем». Еще в Хунчуне находится самый большой на юге востока Китая мемориальный комплекс памяти жертв. Его площадь – 20,5 тысяч квадратных метров. На мраморе высечены около двух тысяч имен солдат-освободителей. В Хунчуне погибло больше всего их. Мы бережно относимся к истории и почитаем могилы солдат. Сюда приходят родственники минимум два раза в год в родительские дни. УЕС Фанчуань. У дороги единственный в Китае частный провинциальный музей. Открыл его торговец местной лавки Лю Цуньжи. Говорит, как-то прокладывал телефонный кабель и обнаружил останки солдат. Экспертиза показала, что это русские воины, которые сражались на сопке Заозерное. Вот здесь в 2004 году была обнаружена братская могила русских солдат. Как раз напротив сопки Заозерное, где в 1938 году шли активные бои. На месте братского захоронения хозяин лавки установил памятник. И на собственные средства открыл исторический музей памяти советских воинов. На китайском языке он называется «Музей одного». После того, как нашли останки солдат, я начал исследовать территорию и собрал более двух тысяч осколков. Сейчас они все здесь, в музее. Еще есть реликвии той войны. От японской шашки, консервной банки и части колонки. Собирал реликвии той кровопролитной хасанской битвы по крупицам. Восстанавливал по рассказам местных историй подвигов. Здесь единственное место в Китае, где так подробно описываются хасанские бои. Мы зовем Сабидия Цангуфун. А по-вашему, хасанская война. Следующий город – автопробега Тумэнь. Здесь прямо в центре. Установлена стела в память 20 воинам Красной Армии. Тогда Хан Кунг Хаю было всего 10 лет. Он помнит, как на соседней улице жили советские солдаты. Их было около 10. Они жили вон там. И я мальчишкой наблюдал за ними, как они, такие высокие, гуляли по улицам. Они были очень храбрые. История монумента связана с Советским Союзом. Был он установлен русскими военнослужащими в сентябре 1945 года. Надпись на памятнике на трех языках, в том числе и на русском. Вечная память героям Красной Армии, погибшим за освобождение Тумэня в борьбе с японскими милитаристами. Красная Армия очень хорошо. И местное население с большим уважением относится к россиянам, так как многие жители знают, что именно солдаты Красной Армии спасли любимый город от японских захватчиков. Мы, Китай и Россия вместе преодолеем все трудности. Надо дружить и сотрудничать в области туризма, культуры и бизнеса. А главное понимать друг друга и развиваться вместе. Почти в каждом городе севера Китая, где шли ожесточенные бои, стоят памятники советским солдатам. Китайцы бережно хранят память о наших воинах. И автопробег показал, что не зря советские солдаты погибли, помогая соседу. На каждой остановке от участников автопробега звучали слова благодарности. Столько людей, столько внимания с китайской стороны. И чувствуется какое-то искреннее такое отношение к памятям наших погибших солдатам. Проект «Автопробег Победок» готовился целый год. Идея возникла у правительства Китая. По их словам, надо укреплять дружеские отношения и расширять сотрудничество. И следующий шаг – сделать переход еще свободнее. Чтобы китайская или русская семья могли на своих авто приехать в гости к соседям.